Рынок нефти находит поддержку в конфликте между Соединенными Штатами и Ираном, который несет в себе угрозу переродиться в полноценные военные столкновения. Вчера Дональд Трамп объявил о санкциях в отношении иранского религиозного лидера Али Хаммэнеи и ряда других высокопоставленных чиновников. Американский президент в очередной раз сказал о том, что США не хотят войны с Ираном и настроены на решение конфликта дипломатическим путем, однако старт переговорам будет дан лишь тогда, когда Иран будет готов к этому. Международное энергетическое агентство взволновано напряженностью на Ближнем Востоке и готово к оперативным действиям в случае нарушения поставок нефти. Об этом накануне заявил глава агентства Фатих Бироль. Он считает, что реакция цен на усиливающуюся напряженность между США и Ираном на Ближнем Востоке в целом была бы значительно масштабнее, если бы не увеличивающаяся добыча сланцевой нефти в Америке, которая не дает ценам расти. В начале недели нефть продемонстрировала разнонаправленную динамику котировок, в результате чего спред между марками WTI и Brent сократился и составил 7 долларов за баррель, что очень близко к минимуму с августа 2018 года. Американская нефть в боковике, а вот североморская немного скорректировала свое положение. Котировка Brent опустилась к отметке 64 доллара 60 центов за баррель. Вместе с тем приближается саммит большой двадцатки в Осоке. Ожидается, что 28 и 29 июня лидеры США и КНР встретятся в рамках саммита, чтобы обсудить свои торговые противоречия и предпримут попытки к переговорам по несостоявшейся в апреле торговой сделке. По мере приближения саммита рынок может быть чувствителен к публичным заявлениям обеих сторон. Торговые войны – это один из главных факторов для рынка нефти в 2019 году. Положительные сдвиги в переговорах могут поддержать котировки черного золота. После саммита G20 в первых числах июля состоится очередная встреча участников ОПЕК+, в ходе которой будет поднят вопрос относительно продления сделки на ближайшее полугодие. Большинство стран поддерживает пролонгацию сделки, однако некоторые участники до сих пор не обозначили своего отношения. И, к слову, многие эксперты сомневаются в том, что сделка будет продлена в условиях назревания геополитического конфликта на Ближнем Востоке. А вот неделя для рубля началась все хорошо. Вчера валюта обновила максимум к доллару с 1 августа прошлого года. Доллар все никак не может остановить снижение после решения ФРС смягчить позиции. При этом валюты развивающихся стран чувствуют себя гораздо слабее из-за высокой неопределенности вокруг будущего мировой экономики и эскалации конфликта с Ираном. Рублю же удается не поддаваться этому влиянию, продолжая отыгрываться от группы основных 36 мировых валют по показателю доходности с начала 2019 года. Пара доллар-рубль вернулась в зону ниже уровня 63.00, что вызвало усиление снижения. По близости пока нет сильных поддержек, поэтому рубль сохраняет потенциал роста. В качестве локальной поддержки выступает налоговый период, пик которого как раз приходится на сегодняшний день. Мы продолжаем следить за развитием событий на рынке. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самой актуальной информации на финансовых рынках. До встречи!